В Израиле засуха достигла серьезных масштабов. По сообщению израильских средств массовой информации, синоптики предупреждают местных жителей о том, что аномальное поведение погоды может продлиться еще несколько месяцев. В озере Тверия, которое является очень важным для значительной части страны, уровень воды стал самым низким за последние 15 лет. По информации специалистов, если засуха продолжится, то власти могут выпустить постановление о нормировании воды для населения. 24 и 25 декабря в Израиле прошли дожди. Однако 26 декабря они прекратились и вновь установилась солнечная погода. Крайне важно глобально и быстро менять ценности общества с потребительского формата на духовно-нравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть, взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми. Независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса и иных условных искусственных разделений мирового общества. Когда все люди будут стремиться создавать жизнь, удобную для всех окружающих, то в этой жизни они и будут сохранять себя и свое будущее. Дорогие зрители, мы постоянно ищем новую, интересную и объективную информацию для видео на канале, а также подробно изучаем, что происходит на планете. Ваши лайки, комментарии под видео и репосты помогают распространять эти важные сведения многим людям. Вместе мы способны на многое. Подписывайтесь на канал и присылайте ваше предложение на почту info.sobaka.geocenter.info Если вам интересны видео на канале Геоцентр и вы интересуетесь изменением климата на планете, приглашаем вас подключиться к команде климат-контроля. Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями можно на сайте allatravesti.com в статье «Команда проекта «Климат-контроль». Единство в духе порождает единство в мире. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.